И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой Его. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вспомним слова Спасителя, обращенные к апостолам. «Ободритесь! Это я! Не бойтесь!» Эти слова – опора упования нашего. «Какая бы беда и скорбь не была, вспомним, что Господь близ нас, и воодушевимся мужественным терпением. Как тогда Он вдруг предстал апостолам, бедствовавшим на море, так и нам, бедствующим, внезапно явит всегда свою помощь и заступление. Он везде есть и всегда готов своим покровом нас покрыть. Станем только и мы пред Ним. С верою, молитвой, и упованием, и преданностью воле Его святую. Тогда произойдет сочетание Духа с Господом, а отсюда уже и всякое благо. Впрочем, это не то значит, чтоб уж тот час пошло и достоинство, и слава, и честь, и тому подобное. Внешнее может оставаться как есть, а пребудет внутреннее, мужественное и благодушное пребывание в том порядке событий, какой Господу угодно будет определить для каждого из нас. Это есть и главное. Чего искать должно всякому бедствующему? Счастье внутри, а не вне. Внутреннее же облаженствование всегда есть у того, кто в живом союзе с Господом. Потому и мы, дорогие, не будем забывать, что Господь всегда рядом с нами. Будем обращать к Нему наши чаяния, когда мы в печали и скорби, и когда в излишней радости тоже вспомним, что Господь близ нас, дабы не сотворить греха какого. Потому союз человека и Бога всегда в любви, и эту любовь будем с вами поддерживать. На этом прощаюсь с вами. Будьте здоровы и Богом хранимы. 13 октября в четверг в православном календаре значится День памяти первого киевского митрополита Михаила. Родом он был из Сирии. В 988 году во время крещения Владимира он был прислан к великому князю в Корсунь, патриархом цареградским Николаем. Из Корсуни прибыл митрополит в Киев вместе с великим князем Владимиром. Михаил был ревностным распространителем христианства. Именно ему приписывают построение Киева Златого Верха Михайловского монастыря, а прибывшим с ним из Цирьграда монахом основанием монастыря Киева Межигорского. Святитель Михаил скончался в Киеве. Мощи его почивают в Великой Соборной Печерской Церкви. Когда именно митрополит был причислен к лику угодников, неизвестно. Но, скорее всего, со дня перенесения его мощей в пещеры. Михаил почитается первым киевским митрополитом, однако некоторые летописи называют его вторым, а первым – Греко-Леонтия или Леова. До XIII века митрополиты жили постоянно в Киеве. Опустошение этого города заставило их перенести престол митрополии во Владимир, а потом в начале XIV века – в Москву, откуда они и управляли Российской Церковью до установления патриаршества. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое. Субтитры создавал DimaTorzok